Республика Казахстан – государство в Центральной Азии, большая часть которого относится к Азии, меньше к Европе. Граничит на севере и западе с Россией, на юге Туркмении, Узбекистаном, Киргизией, на востоке с Китаем. От восточных границ Казахстана до западных границ Монголии расстояние составляет около 40 километров. Площадь территории 2 миллиона 724 тысячи 902 квадратных километра. Является самой большой по территории страной Тюркского совета. Занимает девятое место в мире по территории, второе место среди стран постсоветского пространства, после России. Выхода к морю не имеет и является самой крупной в мире страной с такой особенностью. В административно-территориальном отношении делятся на 14 областей и три города республиканского значения – Нур-Султан, Алматы и Шимкент. Кроме того, имеется город с особым статусом – Байконур, который до 2050 года арендован Россией и на этот период в отношении с ней наделен статусом, соответствующим городу федерального значения Российской Федерации. Общая площадь земель арендованных Россией составляет 111 913 квадратных километров – 4,1% территории страны. Общая численность населения Казахстана, по данным на 3 августа 2021 года, составляет 19 миллионов человек. Занимает 64 место в списке стран по численности населения. Средняя плотность чуть менее 6,93 человек на квадратный километр. Название происходит от самоназвания этноса – Казак, которое происходит от древнетюркского слова «казак» – «свободный», что отражало кочевой образ жизни населения. Элемент названия «стан» означает «земля», «место», «область». Имеет и раноязычное происхождение и широко распространённое востокие, поэтому название «казахстан» можно буквально перевести как «земля свободных людей». Название «казак» в 1936 году изменили на «казах», заменив последнюю букву «к» на «х», чтобы избежать путаницы между сословием казаков и народом казаков – казахов. Сегодняшний Казахстан – государство с полиэтническим составом населения. Согласно данным на начало 2021 года, казахи составляли 69,01% населения, русские – 18,42%, узбеки – 3,29%, уйгуры – 1,48%, украинцы – 1,36%, татары – 1,6% и другие. Некоторые меньшинства, такие как украинцы, корейцы, поволжские немцы, чеченцы, турки-москетинцы и политические противники режима, были депортированы в Казахстан в 1930-х и 1940-х годах Иосифом Сталиным. В стране существовали некоторые из крупнейших советских исправительно-трудовых лагерей. Значительная российская эмиграция была также связана с целиной кампанией и советской космической программой в эпоху Никиты Хрущева. В 1989 году этнические русские составляли 37,8% населения, а казахи составляли большинство лишь в 7 из 20 регионов страны. До 1991 года насчитывалось около 1 миллиона немцев, преимущественно потомки поволжских, депортированных в страну во время Второй мировой войны. После распада Советского Союза большая их часть эмигрировала в Германию. Большинство членов греческого меньшинства эмигрировало в Грецию. С 1990-х годов происходит непрерывная эмиграция многих русских, немцев, украинцев и представителей других народов. В то же время наблюдается активная эмиграция этнических казахов в Казахстан из Узбекистана, Китая, Монголии, России, Туркмении, Турции и других стран. Указанные обстоятельства вкупы с высокой рождаемостью среди казахов сделали их самым большим этносом в стране. По данным переписи 2009 года, 70,2% казахстанцев – мусульмане, более 26,2% – христиане, 2,8% – неверующие, отказавшиеся ответить на вопрос – половина процента. Казахстан официально является двуязычной страной. Казахский язык, входящий в семью тюркских языков Кыбчаков, которые понимают 83,1% населения, имеет статус государственного, в то время как русский язык, который сознают большинство казахстанцев, объявлен официальным и обычно используется в деловом, правительственном и межэтническом общении, хотя казахский язык постепенно вытесняет его. Языки меньшинств, распространенные в стране, включают узбекский, украинский, уйгурский, киргизский и татарский. Правительство объявило в январе 2015 года, что латинский алфавит заменит кириллицу как систему письма для казахского языка к 2025 году. В 2017-2018 учебном году из трех миллионов учащихся школ республики, два миллиона обучались на казахском языке, 900 тысяч на русском, 100 тысяч на других языках. В своей речи об отставке Назарбаев в 2019 году предсказал, что в будущем народ Казахстана будет говорить на трех языках – казахском, русском и английском. По данным Казахстанского института стратегических исследований на 2019 год, доля неверующих составляла 18,7%. Исследования американской службы Гэллопа показывают, что уровень религиозности населения Казахстана – 43%, самый низкий в регионе. В целом в мире Казахстан занимает по этому показателю место между Словенией и Швейцарией. На 2020 год показатели рождаемости составляют 3,13 ребёнка на каждую женщину, средняя продолжительность жизни – 73,15 лет. Среднее образование всеобщее и обязательно, а уровень грамотности взрослого населения составляет 99,8%. Безработица среди взрослого населения составила 4,8% и 3,9% среди молодёжи 15-28 лет в 2019 году. Казахстан имеет самую большую экономику в Средней Азии, генерируя 60% ВВП региона. По оценкам Всемирного банка на 2019 год, страна занимает 42 место в рейтинге стран по ВВП. Казахстан был первой бывшей Советской Республикой, которая погасила весь свой долг перед Международным валютным фондом на 7 лет раньше срока. Страна занимала третье место после Китая и Катара среди 25 наиболее динамичных экономик первого десятилетия 21 века. Государство вступило во Всемирную торговую организацию в 2015 году. Казахстан является членом СНГ, ОС и ШОС. Казахстан, Россия, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан создали Евразийское экономическое сообщество, чтобы возродить прежние усилия по гармонизации торговых тарифов и создать зону свободной торговли в рамках таможенного союза. С момента обретения независимости в 1991 году Казахстан проводит так называемую многовекторную внешнюю политику, стремясь в равной степени поддерживать хорошие отношения со своими двумя крупными соседями – Россией и Китаем, а также Соединёнными Штатами и Западным миром. В настоящее время Россия арендует 119 913 квадратных километров казахстанской территории, 4,1% территории страны, включающий космодром Байконур в южной части Центрального Казахстана, откуда были запущены в космос первый человек, советский космический корабль «Буран» и орбитальная станция «Мир». В 1991 году после распада Советского Союза, получивший независимость Казахстан, оказался собственником огромных запасов стратегического оружия и мощного ядерного арсенала. На территории Казахстана находились крупнейшие в СССР испытательные космические и ядерные полигоны – Эмба, Сары-Шаган, Байконур, Семипалатинский полигон. 13 декабря 1993 года Верховный Совет РК принял постановление о присоединении к договору о нераспространении ядерного оружия. Подписано соглашение между РК и США об уничтожении шахтных пусковых установок МБР, ликвидации последствий аварийных ситуаций и предотвращении распространения ядерного оружия. В 1994 году Казахстан, Россия, Великобритания и США подписали меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Казахстана к договору о нераспространении ядерного оружия. Позже гарантиям присоединились Китай и Франция. 27 мая 1995 года в штольне бывшего Семипалатинского ядерного полигона был уничтожен последний ядерный заряд. В 1996 году из Казахстана в Россию были выведены стратегические бомбардировщики. 30 сентября 1996 года Казахстан присоединился к договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний.